Я очень хочу поблагодарить вас за комментарии. Вы столько пишете полезного! Это последний видос, только вышел, и уже вам сколько комментов. Я всем обязательно отвечу, потому что мне важен каждый ваш комментарий. Сегодня выпуск небольшой, но думаю, для тех, кто собирается делать себе отопление, он обязательно пригодится. Итак, я столкнулся с одной большой проблемой. Сейчас зима и холодно, но я уже закупаю радиаторы. В ближайшее время начну делать проводку теплого пола и радиаторной сети. Вот в этом видео, как вы помните, я уже сварил конвекторы. И все это нужно будет опрессовать. Но вся беда в том, что на улице холодно, в доме уже тоже температура порядочно опустилась. Соответственно, никакой гидросистемы я опрессовывать не могу. Да и второй момент, что коллектор, если я опрессую на воде, то за время, пока он будет дожидаться своего теплоносителя, внутри все окислится и станет ржаветь. Чего мне очень не хотелось бы в новеньких коллекторах получить. Они у меня металлические. Отличная мысль опрессовать это воздухом. Но по моему большому разочарованию, к сожалению, я почему-то не нашел ни одного опрессовщика на воздухе. Они вообще бывают? Давайте ближе к теме. Я решил на основе простого манометра автомобильного, футорки, бочонка с резьбой 1,4, переходов на 20. В общем, я выложу весь список, то, что я приобрел. Вот она, собственно говоря, проблема. И сейчас я с ней, как всегда, героически справлюсь. Итак, друзья, я вместе с вами изучаю вообще, в принципе, водосточные эти системы. Для меня это в диковинку полностью. Проблему вы уже знаете. Теперь надо ее решить. Для этого у меня есть определенный набор не связанных друг с другом инструментов, из которых получится в конце классное изделие. Честно говоря, я делал только в теории. Сам я ни разу еще не собирал. Кстати, кто подписан на инстаграм, уже видели небольшой спойлер нашей сегодняшней сборки. Я спрашивал, что это в конце концов будет. Кому интересно, я сейчас нахожусь у родителей в их доме. Кстати, да, эта тема интересная, потому что отопление. Я очень многое смотрю, как именно реализовано здесь. И перенимаю к себе эту идею. Не могу к вопросу подойти. Давайте начнем. С самого начала это манометр. Простой автомобильный манометр. Очень сложно было найти манометр, который будет работать на воздух. И я решил эту проблему вот таким путем. Я просто заехал в автомобильный магазин, приобрел там вот такое вот изделие. Стоит оно в районе 300 рублей. Не так уж и много. Ну, не так уж и мало, я согласен. Итак, смотрите, с чего мы начинаем. У нас есть бабышка. По-моему, она так называется. Резьба 1,8. А это, по-моему, 1,4. Потом у меня есть переходные. Блин, название не помню. Но в описании обязательно будет. Эта штука вкручивается в эту штуку. Там вот эта хрень по-другому расположена просто. И все это нам надо сделать через фум-ленту. По-хорошему можно было сделать через гель, потому что это будет, по сути, навсегда. Но я пока не знаю, как это будет работать. Поэтому возьму простую фумку. И это все будет сейчас вместе работать. Это вкручивается вот сюда. Вот такая штука. И теперь берем мипель. Это мипель идет от КамАЗа или от трактора, честно говоря. Не знаю. В автомобильном зайдете, посмотрите. ТР-571. 571. ТР-571. От чего? Не знаю. Снимаем. Нам нужно взять вот эту резинку и ее обрезать. Потому что эта штука в дальнейшем зайдет сюда и затянется. Надо просто ее обрезать. Я сейчас это все хочу проверить. Я беру фумку, нагоняю на сгон. Меня интересует именно компрессия того, что я собрал. И после того, как я проверю ее на этом небольшом инструменте, я смогу уже доверять полностью трубе. Одна сторона. Сейчас нагоняю, натянем вторую. Уже с компрессором. Так. Все. Готово. Теперь надо это накачать. В конечном итоге у меня получился вот такой вот чудо-инструмент. Сейчас в нем пусто, но я уже его пробовал на давлении. Я сюда загонял аж 7 атмосфер. Держит отлично. Сейчас я его разберу и одену на наш конвектор. Чтобы проверить его, снова дал ему 5,5 очков. Все сдул. Видите, как все легко собрано. Так. Ну а здесь тоже все просто. Единственное, пришлось к этому манометру докупить такой болт. Продают в автомобильных магазинах. Сейчас вторую часть разберу. Да. Не. Так. Хе-хе. Да. Нелегкая эта работа. Вот и все. Вот так. Это называется кран Маевского. Ну, думаю, вы все в курсе. Да. Кто не видел изготовление конвектора, он есть по ссылке. Ну, мне кажется, достаточно. Далее мы берем простой велосипедный насос. Ну, можно автомобильный, но мне с ним удобнее. Денис, вот ты, блин, а. Ну, ведь. Да, этот насос был классный для вот такой трубки. Он накачивал ее в секунду. Закачать 3 атмосферы в такую трубу, конечно же, таким насосом бесполезно. Никогда не пользуйтесь велосипедным насосом. Велосипедный насос не для отопления, друзья. Он для велосипедов. Хух. Две атмосферы накачано. Трицепс мощный. Насос уже горячий. Класс, я, по сути, накачал автомобильную шину насосом для велосипеда. Прошло всего 10 минут, но я уже могу сказать, что вообще не падает давление. Прям как было, так и осталось. Дождемся завтрашнего вечера, и у нас как раз пройдут сутки. По ним будет понятно, что с этой трубой. И уже поставлю вторую на компрессию. Но суть-то главную, вы поняли, да? Для собрать такой механизм, вы можете даже, в принципе, просто прийти в магазин, показать скриншот вот этот. И вам продадут под любой диаметр. Я покупал под 25-ю трубу. Поэтому я уже могу сейчас сказать, что эксперимент удачный. Но я еще проверю через пару часов. Ну, а для вас вот такой небольшой видосик, друзья. Если он кому-то помог, я буду просто крайне рад. Ну, если я чем-то помог. Потому что эту конструкцию, честно, я придумал полностью сам. Идею, возможно, я где-то и увидел. Но из чего ее собрать, придумал все по ходу. Просто зашел в автомобильный магазин, купил манометр и вот этот мипель. Причем я очень долго его выбирал. Мне уже на кассе хотели пробить простой. Ну, простой автомобильный. Я говорю, о, вон тот дайте. Посмотрел, он прям классно подходит под мою идею. То есть у него очень длинная резьба и болт. По цене это вышло там в 500 рублей, по-моему. Теперь этой конструкцией я сделаю зимнюю компрессию конвекторов, коллекторов, радиаторов. То есть всего, что мне необходимо. И, пожалуйста, друзья, если вам это хоть немножечко помогло, напишите комментарий. Просто хотя бы лайк поставьте в комментарии, значок вот такой. Не, ну она вообще не падает нисколько. Класс. Я вообще сантехник. Но еще раз говорю, только не велосипедный насос. Только не его. А на этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч, до следующего выпуска. Увидимся на следующей неделе. Пока. Пока.